Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов Тема занятия «Анализ работы Сталина. Экономические проблемы социализма в СССР» Ведет занятие доктор философских наук, профессор Поповник Иванович Я профессор по тактике экономики и права, такое мое ученое звание И я хотел бы в этом плите провести это занятие И главная мысль, которую я хочу провести, что Сталин И мы это подчеркнули на той конференции, которая прошла Человек гениальный, выдающийся, который сделал очень много для развития нашего производства Нашей экономики и для развития теории Но в то же время, и об этом я тоже сегодня буду говорить Некоторые моменты, связанные с тем, что в тот момент Внимания к диалектике не было, какое требует Без нее это очень трудно сделать Некоторые положения, вот его такой работы, интересные экономические проблемы социализма в СССР Содержат непоследовательность и недостатки Я на них тоже обращу внимание Поскольку мы задачу главную затвердить, так сказать, значение Сталина в целом Как позитивной, положительной фигуры Эту задачу мы решали уже не одно десятилетие и решили Тем не менее, мы должны думать и рассматривать его Так же, как всякую политическую фигуру Что мы должны взять у нее то, что нас продвигает вперед А если что-то является недостатками, то это не должно застилать нам Движение в то же самое направление, вперед Вот я хочу обратить ваше внимание в этой книге Он имеет такое положение, которое, на мой взгляд, является самым ярким вообще выражением Того достижения теоретического, которое сделал Сталин То есть он показал, что те старые товарно-денежные формы Которые использовались в капиталистической экономике Они меняют свое содержание И не только есть новые экономические такие формы, как план, нормирование труда и так далее Но есть и такие формы, которые сохраняют такую внешнюю оболочку, товарную На самом деле, ничего все товарного не содержат Вот, красавчик, товарищ Вот есть в этой книге Есть замечания по учебнику и ответы разным товарищам Вот ответ товарища Ноткину Александру Ильичу По пункту третьему Из ваших рассуждений вытекает, что средства производства и, прежде всего, орудия производства Производимые нашими национализированными предприятиями Вы рассматриваете как товар Можно ли рассматривать средства производства при нашем социалистическом строе как товар? По-моему, никак нельзя Товар есть такой продукт производства, который продается любому покупателю Причем при продаже товара, товароподелец теряет право собственности на него А покупатель становится собственником товара, который может перепродать, заложить, сгноить его Подходит ли средство производства под такое определение? Ясно, что не подходит Во-первых, средства производства продаются в кавычках не всякому покупателю Они не продаются, продаются в кавычках стоит у Сталина, имея в виду, что это не продажа Даже колхозам Они только распределяются государством среди своих предприятий Во-вторых, владелец средств производства государства при передаче их к тому или иному предприятию ни в какой мере не теряет право собственности на средства производства Тоже очень важно А наоборот, полностью сохраняет его В-третьих, директора предприятий, получившие от государства средства производства Не только не становятся их собственниками А наоборот, а мы вот сейчас в свете того, что произошло с 90-х годов и ранее Постепенное превращение директоров в собственников, потом приватизация Как раз это вот та линия, против которой тут Сталин выступает А наоборот, утверждаются, как уполномоченные советского государства по использованию средств производства согласно планов, преподанных государству Как видно, средства производства при нашем строе никак нельзя подвести под категорию товаров Почему же в таком случае говорят о стоимости средств производства, об их себестоимости, об их цене и тому подобное? Отмечу, что категория себестоимости отсутствует в политической экономии капитализма вообще Нельзя говорить о себестоимости товара, если это на самом деле товар Там говорят об издержках производства Скажем, капитал, возьмите вы третий тон капитала, там говорится, что издержки производства никакой себестоимости, там и духа нет Стоимость, это само собой, она выступает на поверхности как цена производства Цена производства – это издержки производства плюс средняя прибыль Вот формула цены производства, которая является основой цен на поверхности уже капиталистического производства Значит, во-первых, по каким причинам? Почему же в таком случае говорят о стоимости средств производства, об их себестоимости, об их цене и тому подобное? По двум причинам Во-первых, это необходимо для калькуляции, для расчетов, для определения доходности и убыточности предприятия, для проверки и контроля предприятий Но это всего лишь формальная сторона дела Во-вторых, и это необходимо для того, чтобы в интересах внешней торговли осуществлять дело продажи средств производства иностранным государством Здесь, в области внешней торговли, но только в этой области, наши средства производства действительно являются товарами, они действительно продаются без кавычек В скобках Выходит таким образом, что в области внешней торговли оборота средства производства, производимые нашими предприятиями, сохраняют свойства товаров как по существу, так и формально Тогда как в области экономического оборота внутри страны средства производства теряют свойства товаров Перестают быть товарами Обратите внимание, я вот вспоминаю, как Ленин писал в наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждениям Государственный продукт, продукт социалистической фабрики Он не про средства производства писал, про всех Государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие Не есть товар в политико-экономическом смысле Дескать, хотите называть, называть как хотите Товар, там цена Надо понимать в политико-экономическом смысле это товар или не товар Не есть товар в политико-экономическом смысле Во всяком случае не только товар Уже не товар, перестает быть товаром Далее Есть замечание Ленина на экономику переходного периода Бухарина В полном собрании сочинений Ленина В полном соответствии с диалектом, как любит обычно подчеркивать Иван Михайлович Нет издала этих высказываний Ленина Но они есть в 11-м ленинском сборнике и в 40-м То есть, в общем, люди, которые издавали дважды, так хоть это вот подчеркнули, отметили А там говорится, у Бухарина пишется, что вот при капитализме производится товар, а при социализме продукт Ну, странно, что товар не продукт, он же тоже продукт производства Так Ленин пишет, не точно, надо написать продукт, идущий в потребление, не через рынок Ну и перед лицом надвигавшегося движения на рынок Эти вот высказывания Ленина, ну, никак не подходили И поэтому полное собрание сочинений В полном соответствии с диалектикой, не полное А на самом деле полное собрание сочинений Ленина Это ленинские сборники, такое издание, красные такие книги Вот там, по мере нахождения новых материалов Они продолжают находиться Или, допустим, устанавливаются авторства Публикуются соответствующие ленинские высказывания Этого нет Точно так же, как Вот есть такая книга, и у меня дома есть такая книга Которая называется «Конспект переписки Маркса и Энгельса Ленина» Вот такой толщины В полном собрании сочинений нет Почему? А потому что вот вся эта переписка вокруг гегелевской диалектики И вокруг диалектики А что бы сказал там товарищ Гегелес По поводу этого Того, что вот Марк, например, это не просто денежная единица А единица земли Германии и так далее Как так могло быть при полном собрании? А потому что вот, так сказать, то, что относилось к диалектике, так сказать, выброшено было И то, что относилось к вопросу о рынке Тоже, так сказать, то, что однозначные такие положения Ленина Они были отсюда убраны Ну вот, тем не менее, от Сталина это не укрылось Он эту линию здесь продолжает И говорит, что перестают быть товарами И выходят за пределы сферы действия закона стоимости Сохраняя лишь внешнюю оболочку товаров, калькуляция и прочее Чем объяснить это своеобразие? Дело в том, что в наших социалистических условиях Экономическое развитие происходит не в порядке переворотов А в порядке постепенных изменений Когда старое не просто отменяется начисто, а меняет свою природу Применительно к новому Сохраняя лишь свою форму А новое не просто уничтожает старое А проникает в старое И меняет его природу, его функции Не ломая его формы А используя ее для развития нового Так обстоит дело не только с товарами Но и с деньгами В нашем экономическом обороте Так же, как и с банками Которые теряют свои старые функции И приобретая новые Сохраняют старую форму Используемость социалистическим производством Можно вспомнить ленинские положения о том Что банки при социализме Они уже при капитализме становятся По существу органами общественного счетоводства Новые бухгалтерии И вот эту бухгалтерскую функцию Они могут и должны выполнять и при социализме Уже переставая быть банками В точном политико-экономическом смысле Если подойти к делу С точки зрения формальной С точки зрения процессов Происходящих по поверхности явлений Можно прийти к неправильному выводу О том, что категория капитализма Захраняет будто бы силу в нашей экономике Если же подойти к делу С марксистским анализом Делающим строгое развлечение Между содержанием экономического процесса И его формой Между глубинными процессами развития И поверхностными явлениями Вот вам, пожалуйста, сущность о явлении То можно прийти к единственному Правильному выводу о том Что от старых категорий капитализма Сохранилась у нас Главным образом Форма Внешний облик По существу же они Изменились у нас Скоренным образом Применительно к потребностям Развития социалистического Народного хозяйства И это вот Совершенно четкие Последовательные Ясные и блестящие положения И в последнем абзаце То, что я зачитал Они относятся уже не к средствам Производства Вообще ко всему К сожалению Я должен констатировать Если внимательно прочитать Вот эту небольшую книгу Надо сказать, что это все-таки Не монокнига Так сказать Не книга Которая имеет единый план И это Во-первых Замечание На учебник В котором, как говорится Далеко уже дело Ушло В сторону товарную Надо сказать В том учебнике Замечание На которой Писал Ленин Пописал Сталин Это во-первых Во-вторых Это отдельные письма Отдельным Как бы Авторам Замечаний Поэтому Такой вот Так сказать Вполне цельной Экономической работы Они не образуют И вообще У Сталина К сожалению Такой экономической работы Хотя бы одной Которая была посвящена Вопросам экономики Нет Ну Можно сказать Что это жаль Там плохо И так далее Но История вообще Учит нас Что вот Люди оценивают Не потому что Они не сделали Потому что Они сделали Вот Сталин Сделал так много Во всех областях В том числе И вот в этой области Я не случайно Выделил то Что представляет С его методологическую основу И теоретическую основу Для решения этой проблемы Если на этой вот основе Последовательно стоять К сожалению Сам Сталин И уже даже в этой Работе Так сказать Несколько разношерстной Не стоит Последовательно На этой позиции Я тоже хотел На это обратить внимание И я бы это отнес Не к тому Что он Так сказать Вот Просто непоследовательно Потому что Для того Чтобы эти вот Вопросы Здесь решить Нужно Следовать Диалектическому методу К сожалению И в то время После Ленина Мы никого Из руководителей Никого Из крупных Политических руководителей Которые изучали бы Диалектику Гегельевскую И применяли его Не найдем Несмотря на то Что однозначно Все знакомы были С тем Что нельзя Вполне понять Капитала Маркса И особенно Его первой главы Не поняв И не проштудировав Всей логики Гегеля Поэтому это Скажем Не вина А беда И если У нас Некоторые товарищи Уже занимаются И много лет Занимаются И тоже чувствуют Что мы еще В этом отношении Слабы То мы прекрасно Понимаем Что тогда люди Ну сейчас Обременены тем Что у нас цены растут То плохо Это плохо И так далее Но тогда были еще большие проблемы Я думаю Что когда ведет Война Это не самое лучшее время Когда можно сидеть И изучать Науку логики Гегеля И хотя вроде как В сутливой форме Маяковский писал Мы диалектику учили Не по Гегелю Вот у нас выросло Целое поколение Руководителей Которые все учили Не по Гегелю Ну и поэтому Они такие диалектики Поэтому я думаю Что вот Я хочу обратить внимание На некоторые моменты Которые показывают Непоследовательность Здесь Сталина В этом отношении И это Напоминает нам о том Что Значит Надо двигаться вперед Вот основываясь На том Что вот сделал Товарищ Сталин А не отступать От его же коренных Таких положений Потому что если В одной и том же работе Мы находим Противоположные Положения Значит нам надо Решить Какое из них Является прогрессивным А какое уже Отстало Или является ошибочным Я Внимательнейшим образом Вот С этой точки зрения В очередной раз Я уже читаю Я тоже наверное Раз десятый Если не больше Экономические проблемы Социализма В СССР Потому что эта работа Она Имеет Очень большое значение Во всех смыслах Потому что Одни на нее Ссылаются С одной стороны Другие С другой стороны Одни на одни Положения Другие на другие И даже Противоположные Позиции Сначала Так и выступали А вот Товарищ Сталин Читает так А вы значит С ним спорите А тут Товарищ Сталин Другие говорят Вот так А вы с ним Спорите И спор Спор был Как бы Тех С одной С одной Сторон За Сталин И с другой Сторон За Сталин Все равно Спор Поскольку Здесь Вот есть Такие Моменты Вот Говорит Сталин О законах Что Товарищи Некоторые Товарищи Вопрос о характере Экономических Законов Присцелили Считают Что Видя особой Роли Предоставленной Историей Советскому Государству Советское Государство Его руководители Могут Отменить Существующие Законы Политической Экономии Могут Сформировать Новые Законы Создать Новые Законы Ошибочная Точка Зрения Ошибочная Вот Сталин Пишет Эти Товарищи Глубоко Ошибаются Они Как Видно Смешивают Законы Науки Отражающие Объективные Процессы В природе Или Общести Происходящие Независимо От воли Людей С теми Законами Которые Сдаются Правительствами Создаются По воле Людей Вот Казалось бы Сталин Противоставляет Вот Этим Ошибочным Точкам Зрения Другую Но Эта Точка Зрения Сводится К тому Что Есть Некие Законы Науки Законы Науки Или Законы Производства Или Законы Экономики Или Законы Действительности Закон Это Что Вот Мы Знаем С вами Исходя Из Того Что Мы Знаем Что Как Законы Определяются Гегелем Науки Логики Ленин Это Подчеркивает Своих Философских Что Такой Закон Это Спокойное Въявление То Это То Что Надо Брать В Действительности Но Не Поверхность Этой Действительности А То Глубинное Коренное Повторяющееся Что Сохраняется В Изменениях Правильно А Не То Что Написано В Науке Является Лишь Теоретическим Отражением Или Выражением Этих Законов Так Что Это Не Законы Науки А Законы Производства Это Вот Поэтому Не Случайно Запуск Описка Потом Мы Дальше Пойдем Я Хочу Обратить Ваше Внимание То Что И Дальше Это Повторяется Что Законы Понимаются Как Некие Законы Политэкономии А Не Политэкономия Как Отражающие Законы Экономики Люди Могут Открыть Эти Законы Познать Их Идучить Их Если Тогда Они Понимаются Как Объективные Совершенно Однозначные У Сталина Значит Лето Что Например Результаты Действия Законов Природы Результаты Действия Сил Природы Тут Видите Законы Природы По отношению К законам Природы Они Понимаются Как законы Природы А не Как законы Науки Вот Законы Их Развития А вот Как только Мы Уходим От Законов Природы К Законам Общества Вот Смотрите То Мы Уже Говорим О Неких Законах Науки Наоборот Вся Эта Процедура Осуществляется На точном Основании Законов Природы Запятая Законов Науки Ну Законов Открытых Наукой Законов Которые Отражены В науке Которые Выражены В науке Которые Научно Выявлены И так Далее Но Они Не Законы Науки Они Законы Общества Вот Посмотрите Как сказано У Сталина То же Самое Надо сказать О Законах Экономического Развития Надо бы Сказать То же Самое О Законах Политической Экономии Законы Политической Экономии Или Законы Которые Формулирует Политэкономия Имея Ввиду Законы Экономической Жизни Все равно Идет ли Речь о Периоде Капитализма Или о Периоде Социализма Здесь Так же Как и Вещество Знаний Законы Экономического Развития Являются Объективными Законами Отражающими Процессы Экономического Развития Объективные Законы Отражающие Процессы Экономического Развития Или Те формулировки законов, которые даются в политической экономии, отражают законы объективного развития. Отражают объективно-экономические законы. И это, к сожалению, везде по отношению к экономическим законам. Вот такой я бы сказал, недостаток. Идем дальше. Некоторые экономические законы, в том числе и закон стоимости, действующий у нас по эсоциализме, является преобразованными, или даже коренным образом преобразованными законами на основе планового хозяйства. Это некоторые товарищи говорят, это тоже неверно. Нельзя преобразовать законы, да еще коренным образом. Правильно. Если можно их преобразовать, то можно и уничтожить, заменить другими законами. То есть о преобразовании законов есть пережиток от неправильной формулы об уничтожении и сформировании законов. И что, казалось бы, отсюда вывод какой должен быть сделан? Что у нас законы, Основной закон капитализма может действовать при социализме? Закон стоимости, согласно Энгельсу, является основным экономическим законом всякого товарного хозяйства, а следовательно и высшей его формы, то есть капиталистического товарного хозяйства. Могут действовать основные законы капиталистического хозяйства при социализме? Основа-то противоположная. А получается, что вроде как он действует у Сталина. Хотя, первое, что я прочитал, это исключает. Потому что он переходный период. Это исключает. Но социализм не переходный период. И обратите внимание, что редко употребляется. Но употребляется. Что социализм – это низшая фаза коммунизма. Но как-то так не всегда. И иногда смешивается. В переходный период есть капиталистический уклад. А в капиталистическом укладе есть основной экономический закон капитализма. Или он там, скажем, приходит вместе с самим укладом капиталистическим, а в коммунистическом укладе, у него он становится вместе, и закон, соответственно, становится основной закон, или закон потребительной стоимости. Итак, законы политической экономии при социализме являются объективными законами, отражающими закономерность процессов экономической жизни. Опять говорится на странице 9. Законы, они разве отражают? Это наши мысли отражают объективные законы. Законы относятся к объективности. Вот по отношению к природе всё чётко написано, по отношению к обществу почему-то они становятся некими отражающими, некие законы политической экономии. Терминированная там связь. Что? В общей детской спине. Что? В природе законы объективно... Связь тут ни при чём. Связь тут ни при чём. Никакого отношения связь к законом не имеет. Закон – это спокойное явление. Вы берёте объективное явление, вот то спокойное, что вы имеете, это его закон. Закон и сущность категории однопорядковой. Читайте науку логики, том 2, учение о сущности. Закон и сущность относятся к глубине экономики, а вовсе не к отражению этой экономики в головах. Поэтому то, что написано политэкономами, это не законы экономики, это формулировки этих законов сознательных, которые получены в результате их отражений. Вот я хочу обратить внимание на формулировки, которые пошли от этой книги, и которые не очень удовлетворительные. Общенародное достояние, общенародные средства производства, общенародная собственность. Собственность общественная или народная? В чём разница? Как вы думаете, в чём разница? Вот если вы возьмёте всех членов общества, расцепив, без общественных связей, будет народ. А если вы возьмёте общество, организованное, в том числе с помощью партии и государства, то вы получите общество. Так вот, организованное общество, между прочим, имеет советское государство. И государственная собственность является формой общественной собственности. А говорить, что государственная собственность общенародная, не так ли? Не оттуда ли появилось общенародное государство? Общенародная собственность, а собственность основа тогда и государства общенародные. Так мы приедем вот к тому, к чему приехали. Поэтому, вот эти, вы где-нибудь видели у Маркса, у Энгельса и у Ленина общенародную собственность? Я готов поспорить с любым здесь присутствием, и с вами на 10 тысяч рублей. Не найдёте. мне деньги нужны нету общенародная а может день будет встречается но не по отношению к собственно общественной конечно собственно это субъект общество общество как только часть общества это уже частная собственно даже вот скажем 70 процентов общества собственность ими тоже часть поэтому скажем вот государственная собственность это еще собственно столько на часть средств производства еще кооперативно-колкозная собственность она при наличии государственной подчиняет все производство обществу и тогда все средства производства основные решающие становится общественной собственностью в форме государственной и кооперативно-колкозной а тут а что у нас пишут разделяет это механистический или механические пишут. Вот общенародные это. Государственные это общенародные, а колхозные это кооперативные. Что значит кооперативные? Частные, что ли? Ну, из-за кооперативных это часть общества. Ну, раз часть общества, значит, это частная собственность, но это ерунда. Две формы одной собственности, а не две собственности. Вот в чем тут различие. Две формы одной общественной собственности. По-разному она, эта общественная собственность, в разных формах подчиняет производство общественных интересов в городе и в деревне. Вот ставить правильный вопрос, товарищ Сталин. Какова должна быть судьба товарного производства после того, как обобщислены все средства производства? Обобщислены, а не общенародированные средства производства. Как она? Общественный характер производства, у Маркса говорится. Противоречие между общественным характером производства и частной формы присвоения. А ненародным характером производства нет. Говорят, что товарное производство все же при всех условиях должно привести и обязательно приведет к капитализму. Кто говорит? Ну, кто говорят? Вот товарищ Сталин здесь как-то умалчивает, кто говорит. А говорит-то это Маркс, говорит-то это Энгельс, и говорит-то это Ленин. И они говорят, вот как Ленин говорит, что мелкое товарное производство ежечасно рождает капитализм. То есть это полемика, здесь немножко с Лениным получается. Если речь идет о каком-то частном явлении, там товарное производство, в смысле того, что есть какие-то частники, которые отвезли какие-то продукты на рынок. Ну, об этом речь и не идет. То есть речь идет о производстве товаров некоторыми отдельными производителями. Оно есть, оно и было при социализме, оно не является нерешающим, оно ничего не определяет, оно скорее подчинено. Вот люди привезли на колхозный рынок, какой там закон определяет цену этих самых товаров на колхозном рынке? Я вывел такой закон. Это цены государственному предприятию умножить на два с половиной. И он железный. То есть как только в государственном предприятии дешевле, там дешевле. Дороже, там дороже. Совершенно понятно. Потому что не определяет это производство каких-то товаров, которые выносятся на колхозный рынок, и они действительно товары. И не решает ни в какой степени никакие экономические проблемы. Они, так сказать, дополнительными являются. Ни в коем случае не подменяющими в целом характер производства. Вот при этом же Сталин говорит, что капиталистическое производство есть высшая форма товарного производства. А как она высшая форма? Просто высшая? Просто ранжируют, говорят, это вот низшая, это высшая. Или из товара развивается капитал? Давайте вспомним. Давайте вспомним капитал Маркса, про который Ленин говорил, что нельзя его понять, не проштурировав всей логики Геггера. Надо понять, что из этой клеточки, из товара развивается капитал. Мы даже знаем, как он развивается. Простая, случайная форма стоимости, потом эквивалентная форма стоимости, потом деньги, потом товар, деньги, штрих. И находится такой товар, потребительная стоимость которого состоит в том, чтобы создавать большую стоимость, чем стоит сам этот товар. Товар рабочей силы. И тогда деньги превращаются в капитал. То есть этот процесс превращения товарного производства в капиталистическое товарное производство составляет, так сказать, саму основу первого тома капитала. В этом диалектика капитала, которую она обрисовывает. Можно ли считать, что товарное производство все же приведет к капитализму? Нет, нельзя считать. Вот мы, к сожалению, вот это, некоторых товарищей успокоило. Некоторых товарищей не очень, я бы сказал, подготовленных. Усыпило. Перед лицом. Говорят, у нас ведь социалистический товар. У нас ведь социалистический рынок. Я когда с этим полимерировал, говорю, у нас же социалистическая проституция. У нас же социалистическая эксплуатация. Так можно давно говорить, так прибавлять ко всему слово социалистическое, и все будет хорошо. Что достаточно этого, чтобы этого не было? Товар, если он товар по существу, он ведет капитализм. И уж наша эта практика, к сожалению, вот мы здесь прослеживчерки сидим, все мы уже прошли то, через что не прошел товарищ Сталин, к сожалению, или к счастью для него, вот не видел, чем это дело закончилось. Но мы через это прошли. Вот я вам хочу сказать, что вот у Сталина это нельзя считать ревизионизмом, скорее это не последовательность. Потому что вот на странице 14 говорится, как ни в чем не было, общественная собственность на средства производства, не общенародная. То есть и так это можно найти, и это. Поэтому одни вытаскивают одно, другие вытаскивают другое. Таких вот, как я, которые вытаскивали из него то, что соответствует диалектике, и то, что соответствует перспективам развития, оказалось, в общем, не так много. Но вот в дискуссии, которая была в 90-х годах, простите, в 80-х годах, 70-х годах, представители непосредственно общественного характера производства разгромили товарников в области политической экономики. И ни на одной конференции научной, крупной, ни разу не получилось, что надо вот рекомендации, что надо идти к рынку. То есть решение идти к рынку принято чисто политически, на партийном уровне, в связи с гниением партии. А не потому, что экономисты сказали ничего подобного. Вот подтвердит Виктор Иванович, он в этом участвовал, все знает. В настоящее время у нас существуют две основные формы социалистического производства. Государственная общенародная и колхозная, которые нельзя назвать общенародной. И вот они распались на два куска. А общественной можно назвать, и общественной собственностью можно назвать кооперативной собственность, как форма общественной собственности. И государственная собственность, или собственность государства рабочего класса, а не вообще государственная собственность. Вот у нас государственная собственность есть, но она частная. Это частная собственность класса капиталистов. Поэтому речи не идет о всякой государственной собственности. А вот если есть собственность государства рабочего класса, на решающие средства производства, И Сталин очень убедительно показывает, что такое машино-тракторные станции на селе. Это рабочие, и это средства производства государственные, которые даются колхозам. И это рычаг подчинения производству общим интересам. Вы не будете сеять гречу? Не будете. А вы будете сеять гречу? Вы будете. Вам и техника. А вы что хотите сеять? А вы получите технику. А вы вручную сеете по кукурузу. То есть с колхозами, и разговор должен быть тоже на понятном, немножко рыночном по форме языке. То есть у нас есть средства производства, мы вам предлагаем вот это посеять. Тогда вы получите технику. Не будете это сеять? Сеять что хотите. А вы это будете? Вы получите. Вот и все. Поэтому рычаги пыли у государства. А что сделал Хрущев? Он эти рычаги все порезал, которые делают как раз кооперативную собственность формой общественной. И кооперативы появились у нас и в промышленности, как форма капиталистического предприятия, потому что были как бы члены кооператива и наемные работники кооперативов. Это на самом деле обычное акционерное предприятие. Закон о кооперативах был законом об уничтожении социалистического производства. Вот смотрите, как написано. Конечно, когда вместо двух основных производственных векторов, государственного и колхозного, появится один всеобъемлющий производственный сектор с правом распоряжения всей потребительской продукции страны, товарное обращение с его денежным хозяйством исчезнет, как ненужный элемент народного хозяйства. Но пока этого нет, пока остаются два основных производственных сектора товарного производства и товарное обращение, должны остаться в силе. Спрашивается. Так если общественная собственность одна в двух формах, то никакого обмена нет. Потому что обмен предполагает переход из одной формы собственности в другую форму собственности. И об этом Сталин в самом начале написал. Ну, если две собственности, одна общенародная, то есть не общенародная. Какая же она общенародная? Это как части народа. Раз еще есть колхозники, а что они не народ? Это, значит, городская собственность, это вроде как сельская. Или даже это общенародные, на которые колхозники могут претендовать. А это колхозные, на нее общество не может претендовать. Значит, пожалуйста, вам обмен. А если обмен, значит, товарное обращение. Если товарное обращение, вот и мы пришли к этим выводам. То есть вопрос здесь на самом деле стоит о форме и содержании. Речь идёт об общественной собственности в двух формах или о двух собственностях. Тогда мы получаем совсем другой вывод. Наше товарное производство коренным образом отличается от товарного производства при капитализме. Вот эти высказывания такого рода, они очень были широко распространены в период 65-го года. И они позволяли внедрять всё глубже и глубже это самое товарное производство. Достаточно заявить, что это наше, социалистическое. А чего там нашего? Вот наши убийцы – это социалистические убийцы. Давайте их поддерживать. Мало ли у нас чего есть такого, что является отрицательным явлением. Товарное производство – это антипод социалистического непосредственно общественного хозяйства. Или больше, и можно сказать, считая капитал, что Роберт Оуэн, пишет Маркс, предполагает форму диаметрально противоположного нынешнего производства. Диаметрально противоположного. Только если диаметрально противоположного, как же можно так изображать, что это наше? Никак оно нашим не может быть. Она у нас может быть, но не наше. Товарное производство чуждо социалистическому хозяйству. И вот с другой стороны, тут мы получаем хорошее высказывание, что довольно абсурдно звучит теперь при нашем строе слова «рабочие силы, как товари» и «анайми рабочих». Абсурдно? Абсурдно. Я согласен. А дальше Сталин рассказывает, что предмет употребления у нас товар. Есть ли предмет употребления у нас товар? При социализме имеется в виду. Значит, рабочий, следовательно, что-то обменивает. С кем? С обществом. Ну, поскольку, обратите внимание, он деньги получил от государственного предприятия, бумажки. И эти же бумажки, как бы вы их не понимали, товары, они не товары, деньги, эти бумажки обратно ушли в государство, когда он отнес эти бумажки в государственный магазин. Короче, вот это движение бумаг вытолкнуло работнику, что продукт. Если этот продукт – товар, то значит вам вен должен пойти другой товар. Какой? Про бумажки эти не может быть речи. Они уже совершили этот путь туда и обратно. Значит, единственное, что остается туда, считать, что есть рабочая сила. И хотя, вот, с одной стороны, Сталин правильно говорит, что рабочая сила – не товар, а если вы скажете, что предмет употребления – товар, получается логически, что рабочая сила – товар. И никуда от этого тогда не денешься. И в этом смысле получается вот это противоречие логическое. Если думать, что Сталин не понимает, что это первая фаза коммунизма, или коммунизм первой фазы, это неправильно. Вы из этой же работы, ясно, я вам процитирую. Карл Маркс. Следует отметить, что Маркс в своем труде – критика годской программы, где он исследует уже не капитализм, а, между прочим, первую фазу коммунистического общества. Признает труд, отданный обществу на расширение производства, здравоохранения, управленческие расходы, образование резервов и так далее, столь же необходимым, как и труд, затраченный на покрытие потребительских нужд рабочего класса. Поэтому речь, конечно, идет о социализме именно, а не о переходном периоде. То есть наше предположение, что, может быть, кто-то о переходном периоде не соответствует действительности. И вот кульминация, так сказать, негативная кульминация вопроса о законе стоимости при социализме. Иногда спрашивают, существует ли и действует ли у нас при нашем статистическом строе закон стоимости. Да, существует и действует. Это доказательство? Ну, если мы говорим, что это научный труд. Ну, это надо доказывать же законами. Что такое основной закон? Потом это... И что такое закон стоимости вообще? То есть надо доказать, что все производство товарное. Вот если производство товарное... Не то, что есть отдельные там элементы, товары и так далее. Товары были при рабовладении. Были? Были. Товарное производство было при рабовладении? Было. А феодальное производство было товарным производством? Нет? То есть какие-то элементы кто-то производил, часть продуктов обменивали, в том числе за границей. Там роскошь привозили, всякого рода пряности и так далее. То есть какая-то часть обменивалась, и часть производилась как товар. Часть малая. А в целом производство феодальное какое-то. Ну что, для чего? Для удовлетворения потребностей помещика производили. А что производили крестьяне на своих участках? До разложения феодализма, которое было уже в 19 веке, производили предметы потребления, удовлетворения своих потребностей, а не для того, чтобы отправить в город. В город потом стали отвозить, когда уже появились бедняки, середняки, кулаки, кулаки, это уже капиталисты в деревне, бедняки, это люди, у которых только рабочая сила, считай, батараки, и середняки, которые значительную часть производили, как товары, и действительно осуществляли товарное производство. Сфера действия закона стоимости распространяется у нас прежде всего на товарное обращение. Такое может быть? Что это такое? Закон стоимости – это закон стоимости или закон производства? Чего это закон? Это закон стоимости? Это стоимости закон? Это основное в этом явлении стоимость? Или это закон всё-таки производства? Это просто название, да, совершенно верно. Название. А закон-то это производство. И он мало того, что закон производства, он основной закон товарного производства, товарного хозяйства. Как это он-то в первую очередь на сферу обращения? Всякий закон, в первую очередь, закон производства, экономический закон. А это если речь идет о законах денежного обращения или законах торговли советской. Но это другой разговор совсем. Но действие закона стоимости не ограничивается сферой товарного обращения, оно распространяется также на производство. Правда, закон стоимости не имеет регулирующего значения в нашем социалистическом производстве. Перед этим, товарищ Сталин показывает, что законы вы не можете ограничить, не давать действовать. Что значит он не имеет регулирующего значения? Во-первых, управлять и регулировать разные вещи. Управлять могут только люди, субъекты. Законы регулируют любые. Как закон может не иметь регулирующего значения? Закон проявляет себя в чем? В явлении. Вот он и регулирует тем самым. Такого не бывает. Дело в том, что потребительские продукты, необходимые для покрытия затрат рабочей силы в процессе производства, производятся у нас и регулируются как товары. Ну как товары? Я согласен. И сама-то величава выступает будто павла. Так будто павла или павла. Или как товары? Или товары они? Если как товары, не будем спорить. Правда, форма-то товарная. А вот я с этого и начал. Что у Сталина есть совершенно четкий и ясный документ, который показывает, как надо понимать, что происходит с этими старыми товарными формами. Ну а если мы будем говорить как, вот в этом смысле, да, форма здесь используется как товар. Ну прям как товары. И лавки прям как те лавки, которые были. И магазины прям как... И деньги прям как деньги. А это деньги у нас или это? Во-первых, это бумага. Это представители денег. Это не деньги. И сейчас не деньги. И при капитализме были не деньги. А представители денег. А деньги где? А деньги это товары. А товары это золото, черебро, платино, материальные, то есть действительные товары. А эти же, что напечатают, то и будет. От них, разве от затрат труда зависит, что, так сказать, их номинал. Их номинал зависит от того, что нарисовывают. И больше нет чего. Я однажды лекцию читал у школьников так. Говорю, это не деньги. И порвал десятку. Прям народ так ахнул прям. Думал, сейчас умрут. Я говорю, это не деньги, и порвал. Это ужасно. Запомнился. Что это не деньги. Она, правда, была рваная у меня была. Я думаю, все равно ее нигде не сменяю. Думаю, да, хоть лекцию прочитаю хорошо. Так. Наши хозяйственники и полновики, за немногими исключениями, плохо знакомы с действиями закона стоимости. Ну, конечно, плохо. Как можно с ним познакомиться, если его нету? Плохо, конечно. Да. Вот смотрите дальше. Вот тут, значит, были, беда была тут. Цена на тонну печеного хлеба должна быть выше цены на тонну зерна. А тут были какие-то перекосы. Вот в этих расчетах. И вот ЦК пришлось взять это дело в свои руки, снизить цены на зерно и поднять цены на хлопок. Что было бы, если бы предложение этих товарищей получило законную силу? Мы разорили бы хлопкоровов и остались бы без хлопка. Значит ли, однако, все это, что действие закона стоимости имеет у нас такой же простор, как при капитализме, что закон стоимости является у нас регулятором производства? Это видно, что он не является регулятором. ЦК КПСС приняло решение, соответствующие меры приняло Госплан, правительство и все. Если это ненормально, так и ясно, что издержки труда возрастают по мере движения по системе разделения труда. И вот встречается совершенно правильная мысль. Стоимость, как и закон стоимости, есть историческая категория, связанная с существованием товарного производства. Так? Так. Ну, скажем, если я придерживаюсь этого положения, я должен этому следовать. Если я согласен с товарищем Сталином. Ну, если я согласен с этим, то я не могу быть согласным с тем, что этому противоположно. То есть, есть фундаментальные положения товарища Сталина, и есть непоследовательность, или некоторые ошибочные положения. И в этом смысле, если работа противоречивая, приходится соглашаться с частью положения. С другой частью положения согласиться нельзя. Смотрите, еще одно правильное положение, с которым нужно согласиться. Совершенно неправильно также утверждение, что при нашем нынешнем экономическом строе, на первой фазе развития коммунистического общества закон стоимости регулирует, будто бы пропорции распределения труда между различными отраслями производства. Ничего он не регулирует. Ну, он ничего не регулирует, но он как бы есть. А вот потом появились такие, как Кронрот, Либерман, Харьковский, Либерман-Московский, Петраков, и стали требовать, дайте простор закону стоимости, как это есть закон, а Сталин не давал им регулировать. То есть, откройте щель, туда леса просунет, так сказать, мордочку, а дальше уже не закрыт. То есть, сказали закон стоимости, да, если это объективный закон. Сам товарищ Сталин сказал, что закон объективный. Откройте ему простор, дайте простор. Вот вся эта волна рыночного, рыночный вал разрушения экономики социализма шел под знаменем. Дайте простор закону со ссылками на товарища Сталина. Как только вот это было закончено, тогда товарища Сталина дало, не нужно памятники сбросить, все, убрать. Как, помните, руководящую роль партии убирали под лозунгом «вся власть советом». А когда убрали, тогда Советы Долой Думу сделали. И постреляли тех, кто сидел в Верховном Совете, хотя уже был буржуазный у нас парламент там. Так. Эти товарищи забывают, что закон стоимости может быть регулятором производства лишь при капитализме. Правильно написано? Правильно. Ну, раз он не регулятор, какой же закон, который ничего не регулирует? Это закон? Нет. Нет. Ну, это, как бы я сказал, есть вот такое понятие, есть вот фундамент, а есть орнамент. Фундамент, если бы это был, то это закон. Если это орнамент, ну, можно говорить, как хотите, там, называйте, как, говорит, меня, как хотите, хоть горшком, только в печку не сажайте. Ну, вот, на самом деле, в истории, если неправильные понятия, могут и в печку посадить. И всю страну в печку посадили, если называли неправильно. Сфера действия закона стоимости ограничена у нас наличием общественной собственности на средства производства. Все? Где общенародная? Как же так? Не было никакой общественной, была общенародная. Теперь общественная собственность ограничила. Ну, если стоять на том, что общественная собственность на средства производства у нас в двух формах, в государственной и в кооперативной колхозной, вот и ограничено. А больше ничего и нет. Остается личное подсобное хозяйство колхозников и жителей, так сказать, пригородов, городов. А что такое подсобное? Это не основное. Слово подсобное от чего? От подсоблят. Помогать. В помощь. То есть, главный источник дохода – это участие в общественном труде, в сфере действия общественной собственности. А подсобное – это вот, если вы что-то там сделали, отнесли на рынок и продали. Подсобное – это не решающее, не главное. Поэтому надо не определять. Поэтому слово «закон» сюда вообще не применимо, потому что это то, что не является основным, фундаментальным, решающим. Вот это, собственно, самый дискуссионный такой вопрос. Да. Вот вопрос об основных экономических законах современного капитализма и социализма. К сожалению, это вот тоже тот раздел, который, на мой взгляд, не удовлетворителен. Основной экономический закон капитализма – это такой закон, который определяет не какую-нибудь отдельную сторону или какие-либо отдельные процессы развития капиталистического, а все главные стороны и все главные процессы этого развития. В общем, ошибка в том, что надо брать не главные, то есть наверху, которые стоят, а те, которые внизу, в основе, в фундамент, фундаментальные, основные. Основной закон определяет основу. Закона простая – товарное хозяйство. Закон стоимости простой. Вот он определяет все остальное. Но он не главный. Главное там есть, он регулирует, есть государственные монополистические монополии и прочее. А в основе-то что? А в основе-то лежит товарное хозяйство. И товарное хозяйство приводит потом и к монополиям через уничтожение друг друга в ходе конкуренции. Поэтому основной экономический закон – это не главный закон, это основной. А главный, вот у Маркса есть такое понятие, как закон движения капиталистического способа производства. Он, Маркс его раскрывает во всем капитале. И что, он закон стоимости раскрывает? Нет. Закон стоимости он открывает и говорит, вот он. Это основной закон. А закон движения капитализма – это совсем другое понятие. Не является ли закон стоимости основным экономическим законом капитализма? Нет. Ну как? Тут я могу сказать, что товарищ Сталин здесь пошел к противоречию с товарищем Эйнгерсом. И с товарищем Марксом, и с товарищем Лениным. Хотя он дальше пишет, что закон стоимости есть прежде всего закон товарного производства. Он существовал до капитализма и предлагает существовать как и товарное производство после свержения капитализма. Дело в том, что товарным производством ни одной из производств до капитализма не было. Основным законом феодального хозяйства никакой закон стоимости не было. Основным законом рабовладельческого производства закон стоимости не было. А товары были. Почему? Да потому, что они на обочине были этого производства. Основной закон феодального хозяйства совсем другой. Вы должны, так сказать, работать на баршине 3 или 4 дня в неделю. Вот это основной закон, что вы должны там работать. А если вы не будете работать, то, так сказать, вас будут бить плетьми. Более всего подходит к понятию основного экономического закона капитализма. Закон прибавочный. Стоимость закона рождения и возрастания капиталистической прибыли. Но это же не в основе. Это же наверху. Основа-то товарная. Если вы гонитесь за деньгами, вы придете к тому, чтобы гнаться за капиталом. И тогда вы придете к погоне за прибавочные стоимости. То есть в основе этой погони что лежит? Погоня за доходом. Не то важно, что я делаю, то важно, что я это буду иметь. Вот что лежит в основе. Поэтому основной закон капитализма – это закон стоимости, как и пишет Энгельс. А здесь, а не потому, что… А все знают, что, безусловно, все гонятся за прибыли. Почему? Потому что в основе лежит этот самый товарный закон. Так что и в этом отношении… Экономия, зарплата авиадиспетчера привела к тому, что под угрозу поставлено воздушное движение. Многократно на эту тему выступал президент Федерального проследования авиадиспетчера Кувалев, в том числе и в нашей газете. И вот ситуация. Именно такая и случилась. Тот авиадиспетчер, который давал добро на выруливание самолета на взлет, этого частного, в котором ехал частный предприниматель во Внуково, он видел, ясно видел, что на полосе никого нет. Но именно потому, что теперь обзор этих диспетчеров ограничен, значит, он не видел, что выезжает на эту самую полосу грузовой автомобильный заправщик-погрузчик. Но это половина дела, значит, произошел инцидент, случай со смертным исходом, значит, он требует исследования. Но существуют разные формы пресечения, так? И на стадии досудебной могут быть или арест, или избрана такая форма, когда человек должен являться по вызову следователя и не может уехать в другое город. По подписке о невыезде. Да, по подписке о невыезде называется это. Как судебного Васильева. Авиадиспетчеры. Вот, пожалуйста, Васильевой, можно доверять, которая миллиарды, так сказать, растратила народные, она спокойно сидит, но если ей там повесили... Домашняя гость. Да. Повесили на нее браслет, чтобы знать, где она находится. И она прекрасно в своей 13-комнатной квартире живет. Авиадиспетчеры, которые представляют собой образец вообще трудящихся, это грамотные, очень дисциплинированные, очень организованные люди, которые себя показали только с самой лучшей стороны, почему им такое недоверие? Это недоверие лучшим трудящимся стороны буржуазного государства. Вот как это надо оценить. Завтра будет проводиться у нас пикет. Он во многих городах проводился, в Москве, в других городах. Завтра будет проводиться у нас в 11 часов. Я и призываю, и даже очень просил бы, как президент фонда Работчика Академии, тех, кто может поучаствовать. Пикет будет в 11 часов в парке городов-героев. Парк городов-героев – это, если вы придете на Среднюю Рогатку, к памятнику и к музею. Площадь Победы. Площадь Победы. Вот южнее, все вот это углом таким, там, где есть деревья, церкви, 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 церкви. Все это парк городов-героев. Я думаю, это парк этих церквей, там Попов. И там еще заложено Сергею Радонежскому. Наверное, он выиграл Сталинградскую битву. То есть, как о чумели, там ничего нет по существу. Попов там будет выступать. Да, да. Короче говоря, вот в этом именно парке, в его северной части, то есть ближайший, как раз, к памятнику, состоится пикет. Пикет зарегистрирован, объявлен, будут там выступать диспетчеры, конечно, надо их поддержать. Поэтому, кто может, просьба завтра подойти. В пределах часа будет, наверное, этот пикет. Предполагается выступление, и я тоже предполагаю выступить на нем. И они нуждаются в такой поддержке, потому что, ну вот, более организованные профсоюзы, более организованные профсоюзы, как профсоюз федеральных предпетчеров, которые и голодали. И за кодекс голодали они, когда шел кодекс, мы просто не знаем. Сегодня они нуждаются в поддержке. Переходим тогда к занятию. Вопросы к профессору Васильевичу по теме занятия. Пожалуйста. Михаил Васильевич, одна минута, я не успел. Вот заключение Ваше просто вот по этой теме сбил. Заключительное слово будет. Заключительное слово будет. Пожалуйста, вопрос у Вас. А вот Вы сказали, что товар, когда колхозы продают товар... Не продают? А? Не продают? Ну как они будут продавать, это не товар? На колхозном рынке продают отдельные колхозники, как единоличники товар. А колхозы? Я смотрел газеты какого-то года, и у них, когда вот это сдали государству, они продают на колхозном рынке свой товар. Так, хорошо. Хорошо. К Вам у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если я продаю, кто устанавливает цену, я или Вы? Если я продаю, кто устанавливает, я или Вы? Продавец. Продавец. И что, колхозы устанавливали цены, по которым они продают? Колхозы? Это не колхозные цены, как цены это назывались? Приводят цены, это как я, ну, просто не знаю. Это Вы не путайте, пожалуйста. Закупочные цены. Не путайте закупки государственные. Рынок тут совсем ни при чем. Они же не колхозный рынок. Называли. Они прямо государству отвозят зерно, государственные закрома, по закупочным ценам, которые устанавливает кто? Государство. Поэтому, значит, какой обмен тут есть или нет? А нет, но... Обмен есть? Государству сдали, а не зерно. Так сдали, да. По плану. По плану. Вот правильно, сдали по плану, как вот еще один цех одного нашего большого предприятия. Сдали то, что сделали государству, получили за это средства, на которые живут. Нет, а у них остались, кроме плана, еще и слишки. Вот, и они продаются. И они продают короби. Продаются, правильно. Вот тут Вы правы. Они продают излишки, несут их на колхозный рынок, правда, колхозов, колхозы мало там были представлены на колхозных рынках. На колхозных рынках больше всего были представлены колхозники. Потому что, как правило, колхозы своим колхозникам выдавали там сено, зерно, там могли мясо выдать и так далее. И сами колхозники ехали на колхозные рынки и там продавали. Это товары. Почему? Потому что было в личной собственности моей, а стало в личной собственности его. Состоялся обмен. То есть, переход в потребление через обмен, это значит, что продукт является товаром. Товар – это продукт, переходящий в потребление через обмен. Или производимый для обмена. В данном случае продукт, о котором Вы говорите, не производился ни для обмена. Но он переходил в потребление через обмен, поэтому в этом смысле он товар. В самом начале, так и было при зарождении товарного производства, я произвел две корзины, а он набрал яблок в лесу. И вот я встретил его, он мне яблоки, я ему корзину. А производил он яблоки для себя, я корзина для себя, но мы поменялись. То есть тут есть такое у Марса выражение, товарное обращение предшествует товарному производству. Еще производства не было, а товарное обращение уже было. А потом появляется товар уже в глубоком смысле, он уже с целью производится, с целью обмена с самого начала. Так вот, те продукты, которые производил колхоз, производились не с целью обмена, а для удовлетворения потребностей общества. И так было организовано социалистическое хозяйство. Вы же сами сказали, планово. Ну, планово. План-то. План-то что? Он задает. Какие продукты производить? Если не будут производить гречу, не будет пчеловодства, потому что пчелы погибнут, потому что это ополямия. Еще вопрос? Нет? Ну, достаточно. Пожалуйста, да. Содержание тогда понятия «хозрасчет» можно в двух словах хотя бы сказать? Значит, «хозрасчет»? Потому что и у Ленина было, и у Сталина, и вот этот учебник 1954 года, там большая глава «хозрасчет». Значит, понятие «хозрасчета» — это понятие, которое относится к государственным предприятиям. К оперативно-калхознам они относятся. Есть государственные предприятия. Вы должны осуществлять хозяйственный расчет. Надо, чтобы вы посчитали, что количество труда, которое вы затратите, не получилось больше, чем того труда, который вы получите в результате, так сказать, движения вот этих продуктов. То есть вы должны понимать, что затраты надо понижать. Поэтому тут может фигурировать и прибыль, сущность которой не в том, что она прибыль, а это разница, это то, что вы добавили. Вот ваш дополнительный труд к тому, что вы получили в качестве сырья. То есть вы должны проводить расчеты. Себестоимость надо считать. А себестоимость охватывает все затраты? Нет. Себестоимость не включается в то, что переходит в государство непосредственно. Это вот то, что остается на предприятии. Это издержка производства предприятия. И только часть созданного, затратенного вами труда фигурирует в понятии себестоимости. А понятие стоимости вообще не фигурирует. То есть хозяйственный расчет – это своего рода, так сказать, игра в товарное производство, полезное, для того, чтобы организовать социалистическое хозяйство. Социалистическая категория, безусловно. Но ее постепенно начали использовать, счетоводство, но ее начали использовать, так сказать, под видом хозрасчета, начали убирать все, что, вот эти плановые рычаги, и тогда это получился на самом деле не хозрасчет, а товарное производство. И это произошло после 1965 года. После 1965 года терминология почти не изменилась, но номенклатуру убрали, показатель производительности труда убрали, а самое главное – анеклатура. Что производительность, какие потребности удовлетворять. И вместо показателя себестоимости на первый план вышли показатели объема реализации, прибыль и рентабельность. То есть то, что дает возможность получить больший доход. И эта ориентация стала рыночной по существу, и пошел рост цен и разложение социалистического хозяйства. Ну все, последний вопрос, и к выставленный. Вот здесь, вот была неправильная, скажем так, тенденция в лице авторов учебника, с которой Сталин полемизировал. Была позиция Сталина, вот она не в парне последовательная такая, колеблющаяся. А была ли выражена тенденция прогрессивная? Были ли в советской политэкономии те люди, которые все это понимали? Или это проблема Сталина, или это проблема советской политэкономии того периода в целом? Значит, ну если мы берем экономическую теорию, так сказать, не в виде теории, а в виде, так сказать, выступлений ряда экономистов, в ней, конечно, все время эта полемика шла. Причем до войны, если вы возьмете наиболее развернутые такие выступления Николая Александровича Вознесенского, вот есть такой вот толстый такой том, это его избранное произведение. Там везде говорится, что закон стоимости – это основной закон психийной товарно-капиталистической формы производства. Везде и последовательно. Ни в одном случае нету, чтобы Вознесенский до войны это сказал. Что с ним произошло после войны? Потому что вот вышла эта работа, вот товарищ Вознесенский уже пишет, что закон стоимости является законом социалистической экономики. То есть есть, оказывается, такие ученые, что если их начальник скажет что-нибудь неправильное, то они начинают повторять неправильно, несмотря на то, что они ученые. Вот, к сожалению, такая ситуация. То есть были и серьезные работы. То есть если человек почитал Вознесенского, он это не может, так сказать, забыть. Там правильно что написано? Было написано правильно, а потом пишется уже не то. Вот какая тут Петрушка. Вот, и вообще надо сказать, что в дискуссии участвовало очень много ученых, которые я вам назову, которые последовательно проводили точку зрения непосредственно общественного характера производства и переходе от законных стоимости к законно-потребительной стоимости. Во-первых, есть такая книга от законных стоимости к законно-потребительной стоимости, в которой участвуют Ельмеев, Догов, и я там участвую. Есть книга Покертана Артема Картовича из Одессы, есть книга Цеголова, учебник, который близок был к нетоварному такому пониманию социализма, он главным считал закон полномерного развития, основным законом социализма. Это Московская так называемая школа политэкономии. А вот так называемая Ленинградская школа политэкономии, в которую я поначалу, так сказать, в ЛИП попал туда, это была школа, которая стояла на том, что надо, значит, обособленность социалистических товаропроизводителей, предприятие рассматривало как обособленных товаропроизводителей, и двигалось вот в этом самом рыночном направлении. Тем не менее, Сергеев Алексей Алексеевич, он, наверное, известен, Елен Альберт Михайлович, это очень крупные экономисты, Дерябин, который ценообразованием занимался, тоже стоял на позициях непосредственно общественного производства. То есть, если мы возьмем вот тех людей, которые отстаивали, Альберт Михайлович Елен, особенно пламенный такой сторонник, так сказать, и противник вот этих рыночных всяких веяний. Ну, конечно, это уже 30 лет было спустя, после отописываемых событий. Дело в том, что становление политэкономии и социализма, оно вот только-только началось вот с этим учебником. До этого больше писали о политэкономии и капитализме. И вот я не случайно назвал Вознесенского, потому что это довоенная литература. А это 30 лет до науки, это ничего не значит. Это сейчас вот выпускают через месяц, а раньше выпускали через три года книгу, после как вы ее напишите. Поэтому дискуссия не была такой уж быстро оживленной. Так ну что, достаточно с вопросами, спасибо. Кто желает участвовать в ней? Я думаю, значит, надо, кроме того, как поблагодарить Михаила Васильевича, попросить еще, значит, эту лекцию изложить бы на бумаге, чтобы можно было, так сказать, ну, с карандашом в руках изучать популярный. Я хочу еще пару соображений сказать. Во-первых, под защиту товарища Сталина. Я думаю, что там, где он говорит, что это, значит, законы науки и прочее, можно отнести, ну, во-первых, на спешку. Все-таки он эту работу писал как ответ, там, как некоторые замечания. А речь-то о том, что он имел в виду, что научные законы, то есть законы, отражающие объективную реальность. Ну, так вот, мне кажется. Может быть, еще какие-нибудь там слабости. В русском языке на это влияли еще чего-то. Ну, это, так сказать, по ходу дела. А добавить я бы хотел вот что. Что вот те партии коммунистические, которые у нас, ну, как бы, ну, наиболее близки к нам, которые наиболее уважаемы, наиболее последовательны, наиболее революционны, они даже в условиях капитализма занимаются вот, ну, в силу возможности изучения вот этого участка теории политэкономической. Например, Компартия Греции, дай бог память, в 1990-м, да, вот примерно так, в году, она запросила, значит, у нас предоставить им материалы по экономическим дискуссиям вот этим, товар, рынок, бестоварное производство и прочее, начиная с 20-х годов по Горбачевские времена. И выкатили нам перечень, то вообще на него было страшно смотреть, потому что, ну, ну, как бы сказать, мы... Каждый из нас не так глубоко, может быть, давался в эти вопросы, но даже наши профессора, которых мы привлекли, так, с десяток, и то почесали затылок, говорят, ну, да, это не нам тут работать, для чего-ли. И вот мы им поставили подлинноков, копии, ксерокопии, книг, журналов и так далее, в общем объеме на 120 тысяч страниц. Вот представьте себе. А после этого четыре наших товарища, Михаил Васильевич, значит, Амила Осина, Вочерия, Вочеремеев, Вочерия, Вочеремеев, значит, и... Волович, Волович, Вочерем Николаевич. Ездили в Грецию, значит, в научном центре марксистских исследований читать лекцию, да? Значит, несколько дней, там шли лекции, потом дискуссии определённые были. Мы на сегодняшний день не можем, ну, досконально сказать, да, вот во что это вылилось, да, где там закончено их, ну, резюме, что ли, поизучаем. Я думаю, они ещё изучают до сих пор материалы. Потому что нам не так-то просто разобраться. Мы сейчас вот по одной совсем короткой работе, и то вопросов тут накидали ещё, так сказать, и не сразу уловишь эти переходы, значит, почему закон стоимости, а не потребительность стоимости, ещё чего-то. А им ещё это с переводом осилить, осмыслить, посмотреть. Плюс к тому, что мы в условиях социализма с вами уже пожили, и какие-то эти ошибки пощупали, они более нам понятны. Они ещё из условий капитализма ни разу не выходили, но, так сказать, планируя свою работу, работая, так сказать, на будущее, считают необходимым изучить и знать, и в какой-то степени быть готовым. Хотя на сто процентов никто никогда не будет готов. Понятно, что первый раз там люди идут, строят. И второе, на что я хотел обратить внимание, что этот вопрос, так или иначе, отражается в основных программных установках партии, которые называются коммунистическими рабочими, и которые, значит, здорово различают эти партии, а порой и разводятся, всем по-разному, так сказать, у главной квартиры. Начиная с того, что самые правые партии есть те, которые уже, ну, лимит на революции у них, значит, исчерпан, а они вроде как в условиях капитализма, надо народное правительство такое вот доверие избрать и улучшать там потихоньку. Более, как бы, там, радикальные, в кавычках, это те, которые, значит, всё-таки мы за социализм, но он будет рыночным у нас, так? Вот, в условиях рынка, значит, немножко не так пошли. У того же Зюганова можно встретить, что мы ведь разрабатывали, в ЦК, в ЦК разрабатывали справедливый вариант приватизации. Какой справедливый вариант? Да, она довольна. Именной, именной. Нет, это было две модели плохой приватизации. А вот у них был справедливый вариант именной приватизации. Вот Герасимову дали бы именной чек, так сказать, ему бы там наверняка было бы записано, а где эти две Волги, которые ему обещаны? Вот они реализовались, так сказать, в том всём. Если бы Герасимову дали такой чек, была бы честная приватизация. Ну, не так. Ага. На это дело есть ещё возможность побороться, составить тех организаций, которые... Ну, и многие поборолись. И к этой вот группе партий примыкают очень, так сказать, немало тех партий, которые имеют довольно такое достойное боевое прошлое, имеется в виду революции, в гражданских войнах, ещё так, прочее, прочее. На этом пути находится та же самая компартия Китая, там с целым рядом вещей и так далее. Есть наши товарищи, которые относятся к нам сейчас, к нам, я имею в виду, к нашему кругу, как наши сотоварищи, последовательно участвующие во многих мероприятиях, акциях, входящих в наши францы и прочее, но у которых в программе, значит, написаны модели, которые основываются на так называемых народных предприятиях, где коллективная собственность на фабрики, заводы, там пароходы и всякие вещи, а дальше эти коллективные собственники выходят на рынок, так сказать, и с помощью справедливого обмена на справедливом рынке, в человеческих, так сказать, условиях и прочее, ну, дальше устанавливают, и так далее. Значит, к каким товарищам относятся, например, РК, РКП, КПСС Пригалина, ну, и целый ряд там, всяких других вопросов. и этот вопрос имеет значение для нас и практическое сегодня для того, чтобы дальше строить свою работу. Ну, еще раз спасибо Михаил Васильевичу, чего-то нам буквально полегче понимать. Так, вот, должен, в первую очередь, конечно, Михаил Васильевич, вас поблагодарить очень глубокое исследование за короткий период нашего пребывания. Оно требует, конечно, гораздо больше времени. Отвечая на вопрос Виктора Акадьевича, вот, надо бы это написать, ну, для информации скажу, что у Михаила Васильевича сколько, 240, 210 научных работ? Нет. Скажите, пожалуйста. 300 чем? О, 300 с лишним научных работ, плюс книги. Скажите, пожалуйста, кто даже, то, что написано, а это уже написано, Виктор Акадьевич, кто эти 300 научных с лишним работ и книги прочитал даже родного Михаила Васильевича. Много таких? Нет. Вот вам ответ. Вот вам ответ. Поэтому уже написано много, надо хотя бы сделать и почитать то, хотя бы хоть значительную часть то, что написано. Спасибо, Михаил Васильевич. Вы против того, чтобы написать. Пусть замечательные... Написано более 300 научных работ. Это можно сказать, ты читай Маркса с Энгельсом, да. Попова читай. Ну, конечно, так сказать, и Михаил Васильевич в том числе значительно растет вместе со своими лекциями. И, конечно, так сказать, это одно. Потому что, на самом деле, это я и по себе знаю, что вектор, так сказать, от студентов, он тоже много всего набирается. А, конечно, другой совсем уже уровень, чем было экономической науки советской еще 10 лет тому назад. Но вот что я хотел сказать, что Сталину, конечно, эти претензии предъявлять, ну, сложно. Вот, большевики и Сталин, они львиную долю своих усилий еще в молодости потратили на что? На борьбу с самодержавием. Ходили под розыграми дороги самодержавия. Это не шутка была, и по тюрьмам сидели. И самодержавие, конечно, была гриба на сотни, тысячи лет уходящая в прошлое. Вернуть вроде как было сложно. А тем не менее, самодержавие, оно рухнуло практически само, и почти большевики в этом и не участвовали. Они там, Ленин был, эмиграция. Ну, мы сюда как-либо. Потом революция, Октябрьская революция. Сделали ее тоже. Значит, и в Петрограде она прошла, благодаря, конечно, красальной работе подготовительной, но прошла легко, прошла вежливо. И вот события, так сказать, в Крыму зимой прошлого года, год тому назад, они показали где-то как-то аналогию даже. Вот. Тоже, так сказать, сделали. Потом начались вещи уже более сложные. Вошли в переходный период, и в этом переходном периоде, когда на виду социалистическим украдом, условия господства диктатуры пролетариата, был украд частный. И вот этот частный украд, это неправильно говорить, что это только вот нэпманы, которые там богато жили, там в ресторанах кутили и так далее. Было бы наивно порогать, что эти нэпмановские настроения не проникнут и в партию, не проникнут в НКВД, не проникнут в самые, что ни на есть, такие вот органы, самые вот такие священные места партии. И вот борьба, борьба с оппозицией, она была, она носила карасально, карасально напряженный характер, и то, что в частности Киров здесь сделал в Ленинграде, но я вообще говоря, сказали бы, что это сопоставимо с Октябрьской революцией по усилиям и по значению, потому что вообще говоря, шансов на то, что капиталистический уклад, имея своих союзников в партии, в том числе на самом верху, имея своих союзников в НКВД, он опрокинет сторонников пролетариата и реставрирует уже, так сказать, в 20-х годах реставрирует капитализм, это очень реальная была эта угроза, и, так сказать, но тем не менее ее тоже побороли. А вот угроза, которая вот здесь закралась в связи с непониманием, в том числе и наукой, в целом тогда, вот, политэкономией, если бы действительно вот этих товарищей, которые вот к концу 80-х годов действительно появились очень сильные книги, альтернатива выбор пути, выбор нового курса и так далее, и они, так сказать, там уже вот старо-понятно, появилась теория потребительной стоимости Ельмеева-Доргова, вот эти, по-то все лет на 30-40 пораньше появились, то тогда бы мы сейчас здесь бы, возможно, в таком поражении не пребывали бы, да, то есть, и вот, так сказать, вот эти вроде бы мерочи, за которые Михаил Васильевич здесь цеплялся, они-то вот и как муравьи, как древоточицы, они-то вот как раз и подточили коммунизм и опрокинули его временно, так сказать, конечно, но вот, тем не менее, мы сейчас бы до этому здесь живем, так что, поэтому я вот тоже хотел бы, так сказать, пропагандировать изучение именно тщательное, именно подробное, вот в том духе, как Михаил Васильевич здесь вот докапывался до каждой мерочи, изучение вот этих политэкономических сущностей, ну и само собой науки в воде и дебиля. Ну, Михаил Васильевич, спасибо большое. Давайте заключить на слово и заканчивать. А можно реплик возьму буквально, да? Тут недавно попалось в руке, ну, в общем, ничего такого, не секретное, ничего, но отчетный доклад на девятнадцатом съезде, тогда КПСС, я либо уже была, КПБ, не помню, да? В пятнадцатом, именно, в пятнадцатом, ВКПБ, да, Маленково, где он достаточно большую часть своего доклада посвятил как раз идеологической борьбе, и он тогда уже отмечал, что партия после войны, как бы, ну, не то, что терпит поражение, но отмечал серьезные проблемы в идеологической борьбе, и, в общем-то, я считаю, что это один из сигналов, который вот исходил из такого достаточно осведомленного товарища о состоянии дел, что не все просто, не все хорошо, как так казалось. Вот, я советую всем почитать просто и обратить на это внимание. Спасибо. по поводу законов. Я думаю, я думаю, что ни в коей мере никогда объективные законы ничего не отражают, потому что закон и сущность это категория однопорядка, они в глубине, как они в глубине могут отражать. Вот явление отражает закон, явление даже, если объективно врать, объективное отражение, как бывает, в зеркале отражается что-то, ну, никак нельзя считать сущность зеркалом, то есть говорить о законах отражающих никак нельзя, отражать можно, отражают что, люди отражают или какая-то поверхностные какие-то явления отражают глубинные процессы, глубинные характеристики. Ну, это, так сказать, это вопрос больше гносеологический, относящийся не к самому этому предмету. А что касается самого предмета, я хочу сказать, что вот Виктор Аркаевич уже говорил об этом, и я бы это тоже подчеркнул, что вот больше внимания этому вопросу, чем это сделала Греческая Компартия, никто вообще не посвятил, насколько я знаю. Так, занимался это генеральный секретарь, Олег Капапарико, и это было у нас не собрание к Марсильскому центру, мы приехали, думаем, целый зал сидит, а целый зал это были весь центральный комитет Греческой Компартии и все секретари первичных организаций, все, и сидят, 8 часов сидели и слушали доклады по этому вопросу, вот я тут очень коротенько сделал доклад, а там были доклады, Ильмеева, Мой, Воловича, и бесконечный доклад на Милосины, которые никак не могли остановить греки, хозяин говорил, что, останавливайся, но они постеснялись, короче говоря, я потом сказал генеральному секретарю, Олегу Парижу, что надо же у вас столько времени, сидят, никто не уходит, она говорит, у нас не уйдут, и второй день начался, и второй день 8 часов, 8 часов обсуждали этот вопрос о законе стоимости и товарном производстве при социализме, и, так сказать, о характере производства, по итогам этого дела, значит, тогдашнее заводелом идеологическим ЦК, Компартии Греции, Ленабелло, заявила, что я согласна с товарищами, они от нас потребовали письменные доклады, Илья Каркаевич, мы их написали, письменные доклады мы переведены были на греческий язык, посмотрел на свой, это интересно смотреть, как бы это гамма-дельта, и это было всем роздано, и потом это облегчило нам, и вот по итогам этого обсуждения, по итогам первого дня, выходит Олег Папарега и говорит, это нам непонятно, Василий Ахович говорит, а что ты, говорит, у вас-то вы вот выступаете, они-то все понятно, а я выступаю, им непонятно, я говорю, так вы быстро говорите, они же переводят на греческий язык, Василия Ахович, на следующий день Василий Ахович с толком, с расстановкой про закон потребительной стоимости и все доложил, Олег Папарега выходит, теперь нам понятно, мы будем этого придерживаться, и надо сказать, что и Лена Беллу, она теперь член политбюро, они вот эту позицию вполне последовательно заняли, хотя, вот мы уехали оттуда, и тут же сразу напечатали работу, от закона стоимости к закону потребительной стоимости, она висит, вывешена, Иван Михайлович это вот обеспечил, на сайте, берите и читайте, там гораздо более подробно изложено, чем то, что я вот сейчас говорил, но не применительно к тому, что сказал Сталин, применительно к сути дела, и вопрос-то, в конце концов, вот здесь идет не о том, кто что, и какой теоретик сказал, а что было, и мы ожидали, что они тоже опубликуют, на всякий случай, мы их не спрашивали, а то скажем, начнешь советоваться, знаете как, публиковать, не публиковать, сказать, не надо пока, и так бы ничего и не вышло, мы не советовались, я когда там был, потом подарил им вся эту книжку, спасибо сказали, и все, то есть вот, публикации, к сожалению, не было, там тоже есть такая манера, такая исследовательская, исследовать, исследовать, и результатов все нету, в этом смысле, так вот, они любят углубляться, так глубоко, это раз, во-вторых, те списки, которые нам прислали, они, ну как бы на поверхности были, а на поверхности, вот эти все эти плавали, эти рыночники наши, и в основном, этих рыночников, поэтому мы им восполнили, то, чего у них не было, и хочу сказать, что у нас, частично восполнено, у нас на сайте, книги есть, и в будущем за обществом труда, и от закона стоимости к закону потребительной стоимости, некоторых работ, вот самых начальных, в которых самый разгар был, это были поздние работы, которые были почти на 20 лет позже, чем началась эта дискуссия, началась дискуссия работы нашей с Моисеенко, демократический централизм основывая принцип управления социалистической экономикой, 1975 год, поэтому заварилась большая каша, вот, на следующий год вышла в издательстве мысль теория воспроизводства и управления социалистической экономикой, они были, не оцифрованы эти работы, и поэтому они там сейчас не висят, но вот, вокруг них очень была большая дискуссия, которая закончилась двойным моим, так сказать, провалом на защите, поскольку гости приезжали очень широко, и я получил 50 отрицательных озвучивших только на автореферации, докторской диссертации на второй защите, вот, и вопрос там, как говорил товарищ Альмеев, там, говорит, в Польше, там уже наши товарищи на улице решают вопрос, а мы вот здесь пока обсуждаем, то есть это было очень бурное обсуждение, вот присутствующий здесь Виктор Иванович все это в курсе дела, и Александр Владимирович Золот в этом участвовал, то есть была большая битва, вот, и я, как уже говорил, эту большую битву ученые-политкономы в общем выиграли, вот, но выиграли они в области экономической науки, а не в области политической, а в области политической люди, которые в этом участвовали, приняли участие, как, скажем, Сергеев, в движении коммунистической инициативы, Сергеев выступил по поводу того, как надо формировать органы власти, я от него это узнал, сам я до этого не додумался, спасибо Алексею Алексеевичу, он нас наставил, все, оказывается, советы-то по коллективам образовались, и так далее, хотя это было удивительно для нас, первые послушатели, то есть я хочу сказать, что битва тут была большая, поэтому то, что мы сейчас вот как бы разбираем, сейчас это не носит такого насущного характера, то есть это на будущее, но и тем более на будущее надо в этом основательно разобраться, поэтому я бы призвал ознакомиться с тем, что есть на сайте, и вот, скажем, работа выборного курса появилась благодаря нашему московскому товарищу Кузьмину, который ее, так сказать, четко отсканировал и перевел в электронную форму, и можно там посмотреть, это был 91-й год, в 91-м году выступил Гаврила Попов с дефедерализацией, десоветизацией, и мы выступили, Ельмей, Долгов и я с книгой в издательстве «Мысль», большим тиражом, даже не могу знать какой, не напечатан какой тираж, ну она вообще везде есть, почти в библиотеках выборного курса против этой дефедерализации, против десоветизации и так далее. И поддерживал нас тогда Гедаспов эту книгу, надо сказать, здесь, и поддерживал, поддерживали и другие товарищи, иначе бы она не прошла, и коняк, хотя нас обвиняли в Москве, что мы против Конституции идем там, и чуть ли не против программы, то есть там было очень горячее положение. Вот я хочу сказать, что это вот тот вопрос, по которому, ну можно было, вот скажем, эти острые углы сглаживать бы, но я думаю, что сглаживать их тут не надо, это настолько принципиальный вопрос, что тут надо решить, будем, как говорил вот мой соавтор и командир полка Катюша, товарищ Моисеенко, декан экономического факультета, надо, говорит, решить, будем строить мост вдоль реки или поперек реки, если вдоль, очень долго будем строить, и много потребуется материалов. Поэтому в этом вопросе, вот как вообще в идеологии, в идеологии компромиссов нет, и авторитетов в науке тоже нет. Нет. Вот это тот вопрос, в который мы должны отдавать данные уважения тем, кто что-то внес, и хвалить ученых за то, что ученых и политических дел, за то, что они внесли. Хотя то, что бывало на защитных диссертациях, докторских или кандидатских, обычно в конце каждый оппонент говорит следующее. Значит, это у него так не так, это не так, кто-то не так, кто-то не так. Но! Учитывая общий высокий уровень, эти вот замеченные, ну и отмеченные недостатки не снижают общего высокого уровня работы. Я тоже хотел бы сказать, что вот эти вот непоследовательности и минусы, которые я отмечал, они никак не могут отменить то, что я вот не просто процедировал, а, так сказать, зачитал в самом начале. Это и есть, это и есть вклад товарища Сталина в развитии экономической науки. И в этом смысле вот те товарищи, к которым и я принадлежу, там и Виктор Иванович, и другие наши товарищи, это последователи вот этой линии, которая была заложена в этой книге. Ну, то, что она оказалась, так сказать, не вполне последовательной, это второй вопрос. А вопрос в том, что это не снижает общего высокого уровня оценки этой теоретической работы. Спасибо, Михаил Иванович. И встречается следующий четверг. У нас Виктор Рожаевич в Супе. Да, по советской власти будем. По советской власти. Спасибо. Продолжение следует...